Смотрите, примерно полгода назад я снимал видео о том, как с помощью искусственного интеллекта на примере ChargeGPT можно генерировать полноценные MindMap карты. Но минус был в том, что мы были привязаны к определенному сервису, с которым мы не работали. Сейчас же я вам покажу, как с помощью искусственного интеллекта на примере ChargeGPT можно генерировать в любом удобном для вас сервисе полноценные MindMap карты. Привет, меня зовут Игорь Зугеевич. Моя основная задача это помочь предпринимателям, блогерам, фрилансерам, да, наверное, и обычным людям научиться использовать искусственный интеллект в качестве личных помощников, делегировать им какие-то рутинные задачи и экономить на этом огромное количество времени и денег. Смотрите, значит, в этом видео я вам буду показывать, как с помощью стандартного ChargeGPT можно генерировать полноценные MindMap карты и переносить их в тот сервис, с которым работаете именно вы. Напомню, когда мы создавали первый раз, то есть это было примерно полгода назад, я записывал подробное видео и в этом видео показывал по шагам, как создавать такие MindMap карты. Смысл был в том, что мы использовали плагины, либо мы использовали GPT агентов, с помощью которых мы создавали MindMap карты. То есть мы заходили, например, в GPT агентов и выбирали, соответственно, того GPT агента, который был более-менее популярен, который мог генерировать MindMap карты. Например, вот Diagrams, вот этот сервис, мы можем начать с ним чат, попросить его сгенерировать MindMap карту. Например, нам необходимо создать MindMap карту по целевой аудитории для YouTube канала по маркетингу и SMM. И мы просто как бы забивали этот промпт, самый простой. И Diagrams ShowMe, соответственно, этот плагин, либо в данном случае это GPT агент, он нам создавал необходимую нам MindMap карту. Ребят, не забываем, что все промпты, которые я использую в своих видео, они находятся в моем Telegram канале. Ссылка на Telegram канал находится под этим видео, в разделе закрепленные сообщения, либо в описании. Там есть информация о том, как получить доступ ко всей этой базе промптов, базе полезных видео, базе промптов на русском языке, на английском языке, базе сервисов и образов для усиления своего искусственного интеллекта, для усиления своих GPT агентов, либо чат GPT. Поэтому обязательно после просмотра этого видео подпишитесь на мой Telegram канал, окей? То есть вот он буквально за несколько секунд нам создал MindMap карту, она на английском языке, давайте пока на это обращать внимание не будем. И мы могли вот либо скачать его там в формате PNG, либо перейти на сайт и, соответственно, уже с этой MindMap картой как-то работать. Но минус этого сервиса был в том, что, либо минус этого подхода в том, что нам приходится использовать какой-то сторонний сайт, какой-то сторонний сервис, а не то, что привыкли делать мы. То есть не то, что привыкли использовать мы. Например, я использую в основном для создания MindMap карт два сервиса. Первый сервис Миро, второй сервис XMind. И в XMind мне больше нравится создавать как бы именно MindMap карт, например, для определения целевой аудитории, либо для того, чтобы выписать там все страхи, боли, потребности, убеждения моей целевой аудитории. То есть я использую в основном этот сервис. Но я не мог его долго интегрировать как бы с ChargerPT. Смотрите, какое решение есть, какое решение я нашел. Например, нам также нужно создать MindMap карту по целевой аудитории для канала по маркетингу и SMM. Что мы делаем? Мы заходим в ChargerPT. Мы заходим в стандартный обычный ChargerPT 4О версии. И здесь ему пишем, что сделаем мне MindMap карту по целевой аудитории для YouTube канала по маркетингу и SMM. Можно еще указать, что на русском языке, ну там уже как бы это еще не до конца готовый промп. То есть, когда мы создаем MindMap карту, лучше, конечно, все проходить по шагам, а потом все это вбивать именно в MindMap карту. Но в качестве примера, для того, чтобы вы быстро поняли суть и поняли, как это делать, я вам покажу вот в таком виде. То есть мы ему запросили промп, что нам необходимо создать MindMap карту по целевой аудитории для YouTube канала по маркетингу и SMM. И, соответственно, он нам начинает подробно расписывать, что должно быть в такой MindMap карте. И, в принципе, да, вот какой самый простой выход, да, который многие могут использовать, это брать вот это вот все, что он написал и, исходя из его задачи, соответственно, копировать все это в XM. Но на это будет тратиться, там, большое количество времени. То есть, например, центр, да, приниматель и малый бизнес. То есть мы создаем XMine карту, давайте создадим новую файл, создать, создаем новую. Ну, давайте возьмем вот такой вот шаблон, самый, так, примитивный, да, для того, чтобы... И сюда, соответственно, вбиваем, да, центр, целевая аудитория YouTube канала по маркетингу и SMM. И мы берем, заходим в XMine, опять копируем, вставляем все это. Вот, согласитесь, это какой-то бред, да, то есть вот так вот переходить, вставлять, ну, буквально там полгода назад мы примерно так и делали. Либо еще год назад мы так и делали. Как же сделать так, чтобы он нам создал Майдмэп-карту именно для нашего сервиса? Смотрите, в любой Майдмэп-карту можно импортировать какой-то файл. Мы можем, соответственно, чат GPT рассказать о том, что мы хотим создать Майдмэп-карту в таком-то сервисе. И для этого нам необходимо импортировать в виде файла то, что он нам написал. Самый простой способ это просто сфотографировать вот этот вот элемент и отправить чат GPT. То есть, чат GPT теперь умеет читать фотографии. И что мы делаем? Мы сфотографировали, то есть мы ему показали, что мы хотим импортировать файл в XMine. И XMine принимает, соответственно, такие-то, такие-то расширения. Что мы здесь пишем? Я в него ввожу следующий промпт. Отлично, но я бы хотел, чтобы ты создал именно файл, который я могу импортировать в сервис XMine. Посмотри на скриншот, скриншот, как это делается. И дальше он нам создает уже, соответственно, говорит, что для того, чтобы создать файл для импорта в XMine, я создам файл в формате OPML. То есть, он из этих вариантов выбрал тот вариант, который в данный момент считает лучше. OPML. OPML. Кто-то будет опять привлекаться к моему английскому. Который затем можно импортировать в XMine. Вот структура, которую я предложил ранее в формате OPML. И мы можем что сделать? То есть, он нам создал структуру. И он нам... Я сохраню этот файл и передам его вам для импорта в XMine. То есть, он нам сейчас генерирует файл, который мы просто можем импортировать непосредственно в тот сервис, с которым мы работаем. В данном случае он генерирует полноценный файл. То есть, он показал структуру, как это будет выглядеть. Он написал код. И он нам дал этот файл скачать в формате OPML. Мы просто копируем, соответственно, этот файл. Файл не найден. Смотрите, да, у меня возникла какая-то ошибка. Я ему пишу, что... Сервис пишет, что файл не найден. Да, я ему пишу, возникла ошибка и пишет, что файл не найден. И он пробует еще раз создать OPML и убедиться, что он правильно сохранен и доступен для скачивания. То есть, он сейчас заново создает этот файл. Давайте посмотрим и дальше, чтобы мы его смогли скачать. То есть, когда возникает какая-то ошибка, либо какая-то проблема с ChargerPT, то мы всегда можем обратиться к нему с этой ошибкой. И он, соответственно, эту ошибку подправит. И все, теперь у нас файл скачался. Нажимаем файл, импорт и OPML. Выбираем, соответственно, тот файл, который он нам создал. Нажимаем открыть. И все. У нас полноценная наша MindMap карта готова. То есть, этот единственный, он написал здесь вот целевая аудитория. Но он написал для кого. И здесь он создал этот файл на основе тех данных, которые мы с ним проработали, соответственно, в чате. Это ускоряет процесс создания любых MindMap карта в разы, на мой взгляд. И здесь получается, что мы не привязаны к определенному GPT-агенту, что также очень удобно и можем работать с тем файлом, который... То есть, с тем сервисом, с которым мы привыкли работать. В данном случае я привык с XMind работать. И таким образом мы и можем генерировать любые MindMap карты. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на канал. С вами был Гарри Зуевич. Подпишитесь также на Telegram канал. Ссылка находится под этим видео в закрепленных сообщениях. Там больше 10 тысяч различных промптов. Больше 250 образов для чат GPT. Либо любого другого искусственного интеллекта. С вами был Гарри Зуевич. Пока.